Привет, мои родные! И вы находитесь на канале Бывшая Зычка. Те, кто меня еще не знает, меня зовут Светлана. Я в своей жизни отсидела 10 лет. Ребят, 10 лет я находилась в местах лишения свободы. Два года малолетки и 8 лет за Хаданской колонии, ребят. На своем канале я ни в коем случае ни одного из вас не пропагандирую. Ни в коем случае ни одному из вас я не пытаюсь навязать тюремную романтику. Ее там нету. И новые люди, которые ко мне заходят, конечно же, добро пожаловать. Я вам очень безумно рада. Есть многие, которые изначально не читают и не знакомятся с моим каналом, а сразу начинают по первочку. Зашли и сделали свои выводы. Вот, мол, типа 20 лет прошло, а ты все еще на тюремной романтике. Ребят, я вас очень прошу, девчат, изучайте каналы. Если вам интересна эта тема, изучайте, смотрите, узнавайте, знакомьтесь. Я как год на свободе. Это вот кто вот сейчас, кто смотрит меня и кто вот только недавно ко мне зашел. Значит, конечно же, сегодня у нас продолжение нашего сериала. Значит, естественно, с нами, с нами бывшая азычка, да, кружечка, которую мне вчера подарили. Где здесь она писана? Сейчас вам покажу. Триндец, как интересно на твоем канале написано. Спасибо, еще раз, Елена, еще раз тебе огромное спасибо. Конечно же, ребят, ну, я не могу не заниматься самолюбованием. Вы же меня знаете уже все. Вы меня все знаете. Развернулась маленькая она. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Стрекозочка. А здесь я камушек, вот здесь вот такой камушек. Но он, конечно же, при дневном свете будет совершенно по-другому излагать себя. Так, ну ладно, Елена, огромное спасибо. Это здорово. Короче, продолжим. На чем я там остановилась, а кто помнит? А, мы с ним поругались, да, при знакомстве. Мы поругались, значит, он начал, ну, изначально вам немножко хочу сказать немножко о характеристику. Вот чтобы вы поняли и чтобы вам стало понятно, что это был за человек. Это я же, я же потом только с годами все это узнала, не в первый день, когда я его увидела. Значит, сам по себе это очень жесткий, очень грубый, бесстрашный. Грубый, бесстрашный. Никогда не было, у него нету никаких авторитетов. Это сорви голова. Это человек, который в 90-е здесь, в городе Магнитогорске, довольно-таки очень известная погоняла. Вот если вот так вот брать, те люди, которые Магнитогорске, я просто, конечно же, не могу, ребят, озвучивать. Да, я просто не имею никакого права, ну, как бы там ни было, это не говорит о том, что у меня сын от него. И я могу сейчас на все услышание там, да, о нем начинать говорить. Нет, я просто говорю, что это человек сам по себе, ну, раньше в 90-е назывались и беспредельщик, да, у которого не было никаких стереотипов, не было вообще. Ему вообще ничего не было не страшно. Он такой вот был вот настолько, ну, а с другой стороны, женщинам, которые находились рядом с ним, они не боялись ночью куда-то с ним пройтись, допустим. Ну, страха не было, потому что сколько бы человек на него не напали, это буйвол, буйвол, ну, прямо такая дурмашина. Вот, ну, он всегда отстоит, он всегда отстоит, он всегда защитит вот насчет этого. И, ну, естественно, у него всегда это было, это телец, по гороскопу это телец, созвездие петуха. Прекрасно те, кто знает астрологию, все прекрасно понимают. Упертый, в две секунды может вспылить, прям в две, в считанные секунды. Маму, папу не видит, берега теряет, все у него сразу, вот все, его поволокло. Ну, единственное, что, конечно же, хочу сказать, никогда он на меня не позволил себе поднять руку. Вот никогда, вот за это я ему безумно благодарна, потому что мой характер – это трындец. Конечно же, я этому человеку безумно благодарна за сына, которого я сейчас на данный момент есть. Но так сложилось, ну, сейчас не суди, не судим будешь, да, у каждого вот сейчас вот вы уже будете знать полностью всю мою историю. Конечно, не с этой серии, там еще очень длительный сериал, но факт то, что уже вам будет приблизительно понятно. Человек на тот момент только освободился, значит, сейчас я вам немножко расскажу, как он отсидел. Это не просто был человек, который отсидел в одной колонии, значит, он занимался спортом, занимался боксом, очень был такой подвижный, чересчур, прям можно сказать, подвижный. И, естественно, ни в одной колонии ужиться он толком не мог. От него отказывалась администрация. Те, кто сидлы, ребята, они прекрасно понимают, что такое раньше практиковалось, а зона не принимает. Ну, не принимает, и все, вот наслышаны они о нем, и не принимают. Из-за этого он, конечно, по России поколесил, причем очень здорово поколесил. И за какое-то небольшое пребывание, скажем так, в местах лишения свободы, он даже успел побыть на Белом Лебеде. Раньше Белый Лебедь, это, ну, трындец, это вот сейчас, конечно, уже смотришь, это не такая колония. Сейчас уже очень много вот таких вот колоний, которые перевоспитывают там, да, вот, ну, есть каналы у нас, которые это все показывают. А на тот момент это практически, можно сказать, единственная, может быть, была такая колония, где вот именно, значит, нарушители, можно сказать, там, да, режимок, их перевоспитывали. Перевоспитывали, их туда отправляли. Там режимом на тот момент мне не дадут соврать мужчины, которые смотрят, которые отбывали, что там правили, значит, оскорбленные, да, обиженные, которые, ну, могли еду подавать там, да. Ну, короче, вот, изначально он мне потом уже, впоследствии, когда рассказал, что первым, вот, как только его, конечно, сейчас разговор не о нем, но как только его спустили на вертолете, а там прибывают в лагере их на вертолете. Вот как только его туда, вот он только сошел с вертолета, и сразу же его, ну, ему сразу же его отмоторили, причем очень хорошо, потому что он говорит, я в такой майке в черной, накаченной, короче, ну, все. Ну, получил, получил. Все, ладно, вот такой вот был, понимаете, вот такой. И, естественно, наша первая встреча, которая произошла, ну, я сама только откинулась, да, и как бы там ни было, я за всю свою жизнь всегда привыкла, что я за себя заступаюсь сама, у меня защитников не было, я вот как-то сама за себя стояла. Ну, и вот он пришел туда, в этот ковет, мы с ним вот так зацепились, и он как-то все это перевел, вот, ну, не стал ни грубить, ничего, вот, насчет этого, молодец, вот, как-то сдержанно он, он потом мне говорил, что ты, ну, ты единственная, похоже, такая была, ну, вот, с которой я сдержался, и то скрипя челюстями, что, ну, а так, просто сам, говорит, был поражен, как я так удержался. Я говорю, а что бы, мог бы, ну, ударить? Он говорит, конечно, ударить. Скажи спасибо, забить бы мог, просто забить. Представь, вот, вот такие вот у нас, вот такое было знакомство. И вот я уже владела об этом человеке, ну, еще на тот момент нет, это уже потом впоследствии. Ну, и все, вот он все это как-то вот так спустил, спустил на тормоза, значит, смена закончилась, и вот как-то мы вот так вот все разошлись по всем, по своим домам, и как-то не было такого вот настырства, что вот он просто с нами провел целый день, вот, всю смену. И на следующий день он опять пришел, и опять целую смену. Потом опять, он вот так вот стал приходить, и он находился практически с нами. Ну, с одной стороны, я что могла сказать? Там же была его мама, я что могла сказать? Может, он к маме ходит? Может, он таким образом свою любовь к матери проявляет? Откуда я знаю? Ну, и все, а он там, где нахожусь и я, я вот эту филенку тяну, значит, и он везде. Я уже потом устала, думаю, да что просто так сидит-то, ничего понять не могу. Я ему говорю, ты просто так-то не сиди хотя бы, давай помогай мне, подай там что-то там, ну, что-то как-то сделай, что просто так приходить и сидеть? Вообще непонятно. Это, я вот когда с ним начинала говорить, он же лысый вот так, здоровый, он всегда краснел, всегда краснел. Я как вспомню, всегда, он сам еще загорел, а это прям вот вообще, как рак красный постоянно. Только стоит, вот хоть что-нибудь я ему скажу, он сразу покраснел. И все, ну, думаю, может, такая структура человеческая всякая же может быть. Все, ладно, и тут один прекрасный момент мне, значит, товарищ набрался смелости и такой мне говорит. Это, короче, сегодня со мной пойдешь. Я говорю, в смысле, я с тобой, я никуда с тобой не пойду, ну, я домой поеду. Он говорит, да никуда ты не поедешь. Все, отъездилась. Вот представьте, кинула этот, ой, господи, представьте, даже не зацепила. Вы уж простите меня, пожалуйста, ребят. Никуда, говорит, ты, мол, типа, ну, не поедешь, ты сегодня пойдешь со мной. Я говорю, я не пойду с тобой никуда. Ну, не пойду. Тут, короче, ну, вот пока это, он говорит, ну, все, я даже не хочу, вот, разговор. Я тебе, я сказал все. Он сказал, представь. Я потихоньку давай к Литке. Ну, пока там то, все, там забылось, а я к Литке. Я говорю, Лида, твой там сыночек что-то, ну, в рамки переходит. Я говорю, он прям настырно говорит, что я сегодня с ним пойду. Ну, ребят, 90-е, все помнят, да? 90-е, ну, вообще вот, да, 95-го, наверное, да, вот это вот. Все помнят вот этих наглых, бессовестных парней, да, в красных малиновых пиджаках, да, вот это вот все. Все помнятся. Так, за всех, мои хорошие, за всех. Ну, и Литка мне такая, говорит, она говорит, блин, Светка, я тебе ничем помочь не могу. Блядь, я его боюсь, а я тебе ничем помочь не могу. Я говорю, ты что, гонишь, что ли? Ты что сейчас хочешь сказать, что, ну, я говорю, в смысле, как так? А она говорит, ну, я не знаю, Свет, что делать. Я даже не знаю. Ты видишь, он сюда приходит и приходит. Я-то думала, может, ну, походит, походит и перестанет, раз ты не идешь с ним на контакт. А ты видишь, он какой настырный. Я, говорит, даже не знаю, что делать. Я даже не знаю, как на него повлиять. Я, конечно, прозрела. У меня вообще, ну, вообще я, ну, я просто, я прям прозрела. Вот прям клянусь за вам. У меня вообще, прям вот, у меня даже слов нет. Я вот сейчас это вспоминаю, и я до сих пор просто вот прям помню вот лидину рожу, вот эту вот, прям вот, я не знаю. Вот так вот она мне просто берет и говорит. И этот снаглый со своей рожей, представьте. Ну, короче, полностью загнали семейка Адамс, блядь. Загнали меня вот так в уголочек. И я вообще, короче, просто прозрела. Ну, ладно, тут, говорит, конец смены, значит, я на трамвайчик, там, все, он за мной. Он прям за мной, он говорит, ты, ты сейчас едешь со мной, ты никуда не, я говорю. Можно хотя бы узнать, куда мы едем? А он говорит, увидишь? Че тебе знать заранее зачем? Да я долго тебя не займу, че ты? Ну, вот так, прикинь. Короче, у меня внутри все затряслось, все у меня вот так вот заелкало. Короче, трындец. Как ни крути. Я все-таки была девчонкой еще. Ну, как бы там ни было, блядь. И, короче, у меня все вот так вот у меня внутри. Я вот сейчас вспоминаю, мне прям до сих пор вот обидно от того, что этот вот лапать, вот мужик лапать, который вот толком просто, ну, вот ничего не сказал толком. И если бы вот он умел бы разговаривать, вот умел бы говорить и доносить, то вот так бы жизнь сейчас не повернулась, как она повернулась. Просто бы не повернулась. А он просто это лапать, вот просто лапать, вот дуб. Вот правильно говорили, что золотая цепь надубит он. Вот она, вот это и есть. Вот вся, вот все, что было в 90-х, это было сопрано вот в этом гражданине. Вот полностью все. Вот, ну, все, что можно. Вот собрать вот самое вот все вот дуболобное, вот дерево. Человек-дерево, это было все вот в этом человеке. Короче, ладно, тут-то подходит трамвай. Ну, я тоже, знаете, ребят, я же не это, тоже, я всю жизнь меня, как сказать, у меня у самой по себе такая, ну, я все, я сама себя всегда защищала. Это во-первых. Во-вторых, у меня это уже было от природы, ну, самосохранение от природы, понимаете? Я уже от природы, мне уже вот, ну, я как-то могла себя вот защитить. Не знаю, как он там, что он там, птиц считал или что он там делал. Короче, я не знаю, как он так отвлекся. Подъехал трамвай. Короче, я как забежала в эту, ну, в дверь. Все, и тут, я не знаю, вот как он так провафлился. Короче, двери закрылись, трамвай поехал. И я вот так вот ему, вот так вот ему. Ну, и, короче, все. Я понимаю, что я на работу больше выходить-то не смогу. Ну, потому что я перешла дорогу такому. И я, конечно, понимаю, я рисковать с собой не могла. На тот момент не было никаких ни телефонов, блядь. Ну, стационарные были у меня. Ну, я не стала, знаете, там, названивать, там, что-то объяснять. Короче, я просто не вышла, не вышла, ребят, на работу. И вот на этом отношения, вот многие мне девчонки пишут. Свет, да ты, наверное, перепутала у тебя первый, Артем. Нет, девочки, я не перепутала. Первая встреча у меня была с Никитиным отцом. Вот это была самая первая встреча. Потом наши судьбы разбежались. Вот после того, как я от него уехала, мы разбежались. Он еще мог бы меня найти, если бы я бы жила в бараках. Но нам, ребят, нам дали квартиру. Представьте, нам дали квартиру в новых кварталах. Новые квартала. И причем нам, так как у меня там был брат прописан, мамка, я, отец, вот нас четыре человека было. Нам дали трехкомнатную улучшенные планировки. Представьте. И вот мы с отцом переехали с моей кроватью. Короче, а, мы уже там приобрели телевизор. У нас уже был такой в уголочке стоял телевизор. Отцу самое главное нужно было, чтобы был телевизор. Вот у него в уголке стоял телевизор. Короче, спал он на своей шубе. Да, ребят, у меня стояла кровать, но у меня уже более-менее. У меня уже и шипонер, короче, был в комнате. Кровать стояла. Ну, для, как сказать, для жизни это, для девчонки молодой, это, в принципе, было нормально. И все. А на кухне у нас стоял круглый стол. Короче, было две тубаретки. И все. Ну, были кастрюльки там, вот такое вот что-то там. Конечно, кушать-то, готовить. Все это мы с ним подножили, подножили. Все это было. Значит, здесь вы тоже много задаете вопросов. Вопросов, ну, где брат? Брат, он как жил со своей великой, он так и жил. Он просто приходил. Конечно же, мы с ним общались. Он приходил. Он помогал нам переезжать. Мамка еще на тот момент находилась в деревне. В деревне. Она еще пока не появилась. Она побухивала маленько, но и то. Там получался, вот Машин отец, Толя, он, значит, уезжал на делянки. Делянки, ну, это вот, вы знаете, куда-то в лес он там ездил. И, допустим, уезжали они, лес рубили. На какое-то время, допустим, могли на три недели уехать. То бишь, они там жили и все, вглубь прям туда. Вот уезжали в леса. И она в этот период умудрялась опобухивать. Но это было все как-то визуально, все как-то скрыто. То бишь, ну, она все равно его боялась. Он ее держал в ежовых рукавицах. Все. И тут, значит, пока они еще никто не появились, значит, вот мы с батей жили в этой трехкомнатной квартире. И я, короче, представьте, ну, все, я работу-то бросила. А все, уже никто, ни Лида, никто моего адреса не знали. Ребят, никто не знал, куда я переехала, как я переехала. Ну, никто не знал. Меня найти уже на работу я не вышла. Значит, это была отдельная квартира. Соседу Виктору, матери его дали совершенно в другом месте. Они тоже не знали. Но найти меня было невозможно. Все. И вот так вот, короче, все это забылось. Естественно, я потом очень долго не встречала. Единственная наша встреча произошла. Это мы как-то, ну, я устроилась потом опять на работу. Значит, я работала. И вот как-то мы с девчонками ехали в такси. Ехали в такси. Он жил на левом берегу. Я жила на правом берегу. То бишь, у нас город делится на два берега. Ну, вот за счет Урала. Урал, короче, есть. Левая сторона, это, значит, в основном там комбинаты. Вот такое вот все. А правый, это уже вот новые дома, новостройки. Я жила на правом берегу. А он жил, значит, ну, на левом. Я так мельком слышала, что он вроде как женился. Что он женился, короче. И то, я вам потом расскажу. И то я эту новость узнала от своей матери. Представьте. Которая на тот момент находилась в деревне. Ну, она уже, когда приехала к нам, когда вот мы встретились, ну, с ней увиделись, и вот она, когда к нам с отцом приехала, она вот эту вот новость мне все, в принципе, рассказала. И то это было не именно о нем, а о его матери. Ну, сейчас слушайте. И все. И тут, значит, вот так вот мы проезжаем в такси. И как раз там по левому берегу, и возле магазина я обратила внимание, ну, его невозможно было, ребят, не заметить. Его невозможно было не заметить. Это был здоровый, лысый такой вот он очень. Он мощный такой. И, короче, его, и он сам по себе такой вот, он прям наглый. У него вот разговоры, вот он все, он такой вот. Он может смеяться громко на все, ему насрать, кто там рядом, кто. Ну, короче, вообще, вот знаете, такой беспардонный это. И вот как-то так, ну, я даже не знаю, как вот мы, я просто мимо проезжала. И как так случилось, что вот взгляды, понимаете, я вот как-то вот ловлю взгляд. Просто ловлю возле магазина, стоит мужик, короче. Я вот так ловлю взгляд и никогда не забуду. Он был в красном спортивном костюме. Я прям это запомнила. Красный спортивный костюм. Ну, и, короче, я вот так-то уже, а я сидела как раз взади, ну, в машине. И я, короче, вот так-то голову, короче, ну, поворачиваю в окно-то, ну, посмотреть-то, ну, он это или... И он прям машет вот так вот, машет. Остановись, мол, типа там прям вот так вот мне машет, короче. И я вот так посмотрела, думаю, да сейчас так, а. Ну, дуру нашел, сейчас я тебе здесь остановлюсь. Ну, я даже никому ничего не сказала, что там знакомый мой какой-то или еще что-то. Все, спаси и сохрани. Не надо. Все, я, короче, это... И вот все, это вот такая вот у нас была встреча. Причем он эту встречу запомнил. И я ведь эту встречу помню, понимаете? И он, когда мне рассказывал, когда мы уже потом встретились, и он мне рассказывал, он говорит, «Я никогда не забуду эту встречу возле магазина». Я говорю, а что? Я аж напряглась так. Я говорю, а что? Он говорит, не знаю, меня как будто бы кто-то заставил посмотреть в эту машину. Представь. И меня как будто бы кто-то заставил посмотреть к этому магазину. Понимаешь? Просто мы ехали, разговаривали с девчонками, полная машина. Ну, что там, допустим, у дев... Ну, девчонки бы тоже бы, они бы там обратили, увидели мужик там машет там, да, там что-то это. Они бы сказали, «О, Свет, что, ты его знаешь?» Там или еще разговора вообще ноль. Просто мы встретились взглядами. Понимаете? Вот все. Ну и все. И, короче, значит, вот так вот я работаю. Все у нас вот так. Мы с батей вдвоем живем. Ну, батя побухивает. Батя-то пьет. Понимаете? И, конечно же, мы жили в новых кварталах. И уже квартальские, которые там, на этом квартале, они подзаметили, а что у нас? Мы жили на первом этаже. Новая квартира, разговора нету, блядь. Штор нету. Ну, где что? Ну, конечно, я девчонка молодая. Мне, блин, я зарплату получаю. Я больше как-то на себя. В моей комнате были шторы. А там то, что в зале не было штор на кухне, да в другой вообще в пустой комнате. Мне как-то было вот на это вот все равно. Знаете, мне было чем помыться. Не было, блин, куда прийти и лечь спать. И как-то я об этом вообще. И, конечно, стали квартальские, стали обращать внимание, что хотенка-то. А 90-е, прикинь, на тот момент еще риэлторов-то не было. Были посредники по недвижимости. А были каким образом? Они все это делали через нотариуса. Тоже искали этих синяков, алкашей. И, короче, убалтывали их. Ну, прикинь, а это трешка. Это трешка просто. Я, конечно, я целыми днями на работе. Батя-то тоже. Но получалось, что он приходил. Я все равно молодая девчонка. Где там посидим, где там что. А он, получалось, приходил, короче, ну, всегда вперед меня. Ну, и все. И тут, значит... А я стала замечать, что он выносит какие-то... Ну, я говорю, батья, я понять не могу. У тебя, блядь, такое дорогое пойло. Ты на что его покупаешь? У тебя что, деньги есть? Он говорит, нет, нету. Откуда у меня деньги? Я говорю, а ты пьешь такое... Смотри, коньяк какой-то ты там. Ну, в то время какие там коньяки. Коньяк, говорю, какой-то ты тут пьешь. Откуда у тебя, ну, ты такие... Он говорит, да ко мне пацаны заходят, друзья. Какие, бать, пацаны? Ну, друзья мои здесь местные, да ты что? Да мы не нормально посидим немножко. Чтобы ребятам не сидеть в этом, в подъезде. Они это... Представь, пока меня дома нет, он затягивает кого-то в хату. Прикинь. Короче, и вот в один прекрасный момент у меня произошла встреча. Я прихожу с работы, и не пойму, что-то гул такой в хате. Прикинь, там что-то это... Ну, полупустая, там вообще эхо постоянно. И что-то... Телевизор орет, поняла? Там что-то вообще непонятно. Думаю, батя уснул, что ли, телек не выключил. Открываю. Короче, захожу. В хате грязно. Вот как в обуви ходят. Понял? Вот так вот. Ну, мы хоть и бедно жили, блядь, но у нас всегда у меня было чисто, я всегда мыла. Ну, я всегда такая, ребят. Я всегда. И, короче, вообще, ну... А вот так вот я, когда... Вот так заходишь в квартиру, и вот с этой стороны у меня была кухня. Короче, стол пустой, на столе там что-то бутылок, там вообще все. Вот так прямо по калидору здесь я, короче, получался зал, и потом вот так вот прямо, короче, туалет, ванна, и вот так две комнаты еще. Я, короче, раз заглядываю в зал, батя лежит на полу там у себя. Все, вроде как это телевизор орет. Короче, ничего не это. Ну, и как ни в чем не бывало, иду в свою комнату, и прикинь, меня сзади кто-то вот так вот ловит. Представь. Короче, я, блядь, вообще я пересралась, я пиздец, я даже не поняла, откуда вы это, че это, вообще я не поняла. Короче, он, ну, какой-то молодой человек, ну, конечно, сейчас-то я уже знаю, кто-то, да-то я еще не знала. И он мне, опачки, ничего себе, вот это кукла, братва, вставай, смотри, как, прикинь, я в собственной хате попала в западню, блядь, представь. Вообще, короче, я в шоке, я ничего понять не могу. Короче, вообще трындец, выходят какие-то парни, блин, много их, блядь, представь, я вообще, я, короче, в шоке, вот из этих, из всех, из моей комнаты, отсюда, вот отовсюду, и, короче, ну, я вообще, я им говорю, вы кто такие, вы как сюда вообще все вошли? Он говорит, это ты кто такая? Ты кто такая? Ты как сюда вошла? Ну, и, короче, все, я начинаю объяснять, это мой отец, я здесь живу, это моя квартира. Да ты что? Это ты, это ты здесь живешь, а мы как давно не можем тебя поймать. Прикинь? И, короче, ну, естественно, они начинают наглеть, ну, не в плане там насилия, нет, они, короче, начинают там наглеть, слышь, мы тут озаимались, ну, извините, я там матерюсь, я уже знаю, что там все внутри гноится, ну, короче, блин, это, спаси и сохрани. Разговор такой, что здесь невозможно. И, короче, они мне такие, говорят, ну, уже начали вот так вот наглеть, наглеть, короче, мол, типа, ты, мы там тебя заждались, слышь, твой там батя нам уже бабки должен, там тыры-пыры, мы его тут, короче, кормим, поим, где ты пываешь, не поим. Короче, документы подписываешь, мы тебя отпускаем. Уходишь с миром, все, не подписываешь, блядь, вся, вот сейчас вся братва тебя, короче, отымеет. Ну, все, и сама знаешь, на дорогу просто выйдешь, будешь стоять на дороге. Все, ребята, у меня коленки, руки, ноги, все, блядь, затряслось, все, ну, я просто понимаю, что с такой оравы я не справлюсь, я не смогу ничего, абсолютно, я просто поняла, что я просто, короче, я просто понимаю, что я с такой оравы, ну, просто, ну, как я, молодая девка, что я могу? Я, короче, это, ну, вроде там, как-то пытаюсь к залу, к залу, понимаю, что батя, может быть, как-то батя, да батя, что бы, господи, что бы мог бы батя, ничего бы он не мог, абсолютно. Короче, и вот один, я как сейчас помню, это потом впоследствии оказался друг моего, значит, мужа, первого, ну, от кого Артем, это его был такой самый лучший, скажем, друг, и, короче, много лет они вместе с ним продружили, ну, такой самый, знаете, был самый, скажем, вот из всей этой команды, самый здравый, скажем так, и, короче, ну, там они начали, давай, бухай, там все, короче, давай мне наливать эти стаканы, мол, типа пей там, или мы тебе сейчас прям заливать будем, ну, короче, все, начали буреть, я, конечно же, всевозможно всяко, ну, не пила, и он вот так вот ко мне подходит, этот Женя, вот так вот по плечу мне говорит, ты пригуби маленько просто, просто пригуби маленько, сделай вид, что ты пьешь, ну, не обостряй ситуацию, ну, я, короче, маленько вот так вот, пригубила, он говорит, время сейчас потянем, напьются, я тебя выпущу, только, ну, сваливай куда хочешь, сюда не возвращайся, ну, может быть, это было угрожающее, знаешь, они меня таким образом, может быть, на тот момент, потом-то я уже истину узнала, может быть, ну, так вот они меня запугать хотели, чтобы я, ну, я, как ни крути, аж там все равно прописанная была, батя только глаза откроет, ему, блядь, стакан сразу подают, он, блядь, выпивает, я говорю, батя, ты посмотри, насколько мне там заткнись там, ну, короче, вот так, понял, ну, наглей, ну, мужики знают, как, блядь, в молодости наглели, да, все знают, и все, конечно, мне даже два раза по роже съездили, ну, чтобы я, короче, пила с ними, ну, короче, нормально, я в тот день, в тот вечер, до вечера, считай, вот я как пришла с работы, ну, сколько, часа три, наверное, я, вот, ну, можно сказать, страдала пиздец как, то бишь, во-первых, меня пить заставляли, во-первых, меня, потом уже они решили, что меня надо изнасиловать, ну, короче, трындец, вот пока не зашел Влад в эту, в квартиру, просто он зашел, он зашел с какой-то бабой, короче, зашел с какой-то бабой, я так понимаю, что эту бабу, он приволок для них, для, короче, для наслаждения, потому что отношение к этой женщине было, ну, девчонки, вообще, конечно, отвратительно, у нее там было какое-то погоняло, я уже, блядь, не помню даже, как, что там за погоняло, ну, короче, короче, трындец там, вообще, ну, это, ну, представь, я просто в своей квартире, я просто в аду, вот представь, и вот вы сейчас задайтесь вопросом, где мне было лучше, просто вот задайтесь вопросом, когда я, ну, где было мне лучше, на малолетке, блядь, или вот находиться на, в такой воле, все, и, короче, он, Влад, на меня обратил внимание, он говорит, это кто? Ну, Женя ему говорит, это вот дочь, Валентина, и он такой, да, ну, и, короче, это, они все по очереди стали, представь, на мою кровать, ребят, блядь, на мою кровать, они стали таскать вот эту вот даму, короче, они стали, то бишь, ну, немножко внимания в мою сторону было, как-то, ну, как сказать, как-то не было уже такого акцента на меня прям сделано, уже вот как-то там веселуха у них началась, уже как-то у них все это, а на данный момент это была, ну, вот весна, понял, вот такая вот теплая весна, уже можно было двигаться полураздетыми такими, и окна, окно было на кухне открыто, а окна, блядь, были, знаешь, какие, вот не сейчас, не пластиковые окна, а такие, вот они как в новых квартирах, они такие, как деревянные, знаешь, и вот одна створка вот так вот она открывалась, одно вот такое большое окно, ну, двойное, а вот это вот такое вот как маленькое, короче, ну, тогда-то я вообще худенькая очень была, я вообще такая прям была миниатюрная, и это, то бишь, ну, для меня я уже, пока там находилась, мне просто, я уже, у меня план был, прям план действия, первый этаж было высоко, очень было, ну, прилично прям вот так высоко, но я для себя отработала, вот просто если от меня, вот сейчас немного они подопьют, опили они очень много, и, ну, мне хватило прям вот мгновения бы высказать, ну, выпрыгнуть, вот прям мгновения, и, короче, это, он, Влад стал, это, ну, со мной разговаривать, он говорит, ну, что, согласна, подписывать будешь документы, я говорю, да, пусть забирает, нужно, пусть забирает, меня выпусти отсюда, он такой, говорит, нет, тебя я не отпущу никогда, я говорю, так, ну, сами же вы, ну, я вижу, он со мной более-менее разговаривает, и, тоже, конечно же, мое такое было первое впечатление, вот сразу вам хочу сказать, вот на тот момент, может быть, и после этого, ну, вот что вот у меня в моей молодости, такие были встречи с моими мужчинами, от кого у меня дети, что, блядь, я до сих пор не хочу замуж выходить, я вам клянусь, вот до сих пор я не хочу выходить замуж, это просто, что один нахал, вот наглый, что второй, ну, вот, что Влад, Влад это вообще, я не знаю, Влад, во-первых, был на 10 лет меня старше, он тоже был мастер спорта по боксу, он ездил на всевозможные соревнования, у него, короче, ну, такой, ну, он выше ростом Сергея, значит, Сергей, если где-то метр 70-75, Влад был метр 80-85, может, ну, такой вот он сам, и он очень такой тоже, спортсмен, да, и вот он, а это у него, ну, на тот момент, типа, такие шуточки, да нет, я тебя никуда не отпущу, теперь ты что, все, ты теперь в моих сетях, типа, ну, что он, ну, мог бы там сказать, ну, что там, да все, ты что, я там с тобой теперь все, я там влюбился или еще, нет, ничего подобного, все, вот, а я в тот момент, я о чем могла думать, я только думала, как мне спастись, как мне из этого ада, блять, вырваться, как мне оттуда убежать, понимаешь, а к чем я могла, мне зачем вообще вот эти вот были, какие-то, да как ты не могла, сразу у меня в глазах увидеть любовь, какая, блять, любовь, ты что гонишь, а какой любви вообще, вот, мы сколько мы вспоминали это, конечно, потом я смеялась, он вообще над моим поступком, ну, всегда он восхищался, он всегда смеялся, это впоследствии дальше, и вот, короче, как они отвлеклись от меня, короче, эта баба там что-то заорала, представьте, вот что-то она там заорала, я уж не знаю, били они ее там, или что они с ней делали, я не знаю, короче, они все пошли туда смотреть, и в этот момент, ребята, я тебе говорю, у меня крылья взади, как будто бы выросли, я проскочила вот в эту форточку, представь, я даже не поняла, что я сломала себе щиколотку, я даже этого не поняла, я бежала, а там как раз через квартал, и сразу же, вот прям вот квартал проходишь, и сразу милиция, ну, этот, как здание милиции, представь, как я бежала, ребята, я, блядь, я тебе клянусь, и только в милиции, только, когда уже меня там в дежурной части успокоили, а меня изменили, я там терпела, не ревела вообще, ну, страх никакой не, а когда я туда все, вот, ну, у меня как организм мой, и я, короче, и прям у меня слезам, градом, прям все, милиция быстро, быстро среагировала, мгновенно, они прям, все туда, пули, короче, прям пули, я говорю, там девушку, спасите девушку, там спасите, там трындец, там похоже, ну, трындец, что с ней делать, все, и вот уже, когда я там просто сидела, у меня на глазах, прям вот так вот раздуло ногу, представь, все, там вызвали скорую, короче, и у меня, это, у меня просто перелом был щиколотки, потому что было очень высоко, естественно, я попала в больницу, значит, ну, у меня с этой, с этой ногой, короче, мне, значит, я написала заявление, это да, это было, это было первое мое заявление, потому что я понимала, что у моего отца хотят отжать квартиру, что я понимала, что я больше там жить, ну, не смогу, короче, стали поступать угрозы, знаете, какого рода, короче, я находилась в больнице, значит, и, а тут-то брат, а, тут-то, короче, пришел, пришел брат первый, первый ко мне в больницу, пришел брат, и я, короче, ему говорю, Серега, у отца, похоже, хотят отобрать квартиру, он говорит, как так все случилось, там, что, ну, короче, как он вроде как хотел разобраться с этим всем вопросом, ну, куда Серега попрет против всей этой шайки, леки, это все было бесполезно, он вроде как хотел там своих друзей привезти, там, разобраться, но это, это было все, ну, это было все бесполезно, и я ему говорю, конечно же, я жить там не буду, это однозначно, ну, однозначно я не смогу, то, что там написано, ну, что я не буду, и, короче, мол, типа, ну, Серега мне говорит, я, говорит, видел там, они, говорит, короче, разговаривал, там, здоровый такой черный, короче, может, ты знаешь, кто такой, ну, я сразу поняла, что это вот этот вот Влад, и, короче, он вроде как говорит, ну, чтобы ты забрала заявление, что они вроде как, ну, больше сюда не коснутся, ну, а в противном случае, вроде, ну, там начал уже угрозы, я ему тоже говорю, ты не угрожай, потому что, ну, блядь, еще хуже делаешь, не надо, просто отстаньте от квартиры, вы ничего здесь не получите, ну, это Устин как вроде мне рассказывает, ну, конечно же, Влад потом сказал, что не подобного даже разговора не было, что просто, говорит, я подошел к нему, сказал, ты в курсе, где там твоя сестра лежит, он говорит, ну, да, в больнице, он говорит, ну, вот пойдешь, короче, и просто ей скажи, иначе ей тебе, и, блядь, и ей, короче, ничего хорошего, заявление забирайте по-хорошему, Влад, представь, моего сына, отец, старшего, ну, вот, Серега приходит, ну, конечно, он это все мягко мне, мягко, мягко, я ему говорю, я там жить не буду однозначно, и вот я, короче, в больнице нахожусь, где-то, неделю, наверное, уже, неделю, но у меня гипс, все, у меня там все это гипс, я даже с одной стороны была счастлива, вот я вам клянусь, я всегда была государственным учреждением, счастлива, что я наконец-то хоть в каком-то в покое нахожусь, и, короче, представьте, ко мне, ну, в палату заходит, там, значит, медсестра, это как говорит, а я уже маленько, это, ну, передвигалась, я не лежала там, что уж прям это, я передвигалась, у меня костылек, я, короче, с костыльком, прыгала, короче, ну, что, молодая, господи, все как на этом, знаешь, и это, говорит, там тебе пришли, я говорю, кто, он говорит, ну, не знаю, мужчина какой-то, такой интересный, но я сразу подумала, брат мой, ну, почему-то подумала так, это, с цветами, там все, грустим, что он гонит, что ли, ну, так вот, я знаю, и все, я, короче, туда поскакала, естественно, я-то скачу, у меня, короче, я вперед-то не смотрю, мне под ноги смотреть, у меня, это, стоит, стоит, короче, значит, протягивает мне цветы, короче, вот так, ну, такой он тоже, знаете, нагловатый такой был, так вот он ко мне, короче, подошел, он говорит, блядь, не нужна мне твоя квартира, короче, мне ничего не надо, короче, я люблю тебя, поняла, я просто люблю, я не могу без тебя жить, короче, ты мне нужна, больше мне никто в этой жизни не нужен, я говорю, ты сейчас что, гонишь? Нет, со мной этот катер не прокатит, я заявление не заберу, я не заберу заявление, говорит, ну, тебе-то ничего же не сделал, говорю, а он мне такой говорит, да не надо, не забирай, пусть оно будет, ну, отсидим, нормально, выйдем, все равно я тебя найду, я говорю, нет. Ну и, короче, вот так вот он стал ко мне ходить, стал, короче, ко мне ходить, а я сама по себе не приемлю. Вот, ребят, за все мое существование, ну, никто от милиции, от меня не пострадал, я никого не сдавала, вообще, ни разу, никогда. Я пыталась, да, угрозы были, да, я могла угрожать, я могла там говорить, я сейчас вызову милицию там или еще что-то, но ни разу никогда. И вот так вот он стал, короче, ко мне в больницу приходить, потом он пришел, меня забрал, короче, с больницы. И знаете, это, я, короче, когда, он говорит, да живи, живи дома, мол, типа, ну, никто больше не зайдет, никто никогда к тебе сюда больше не зайдет. Конечно, мы сходили, я написала встречное заявление, потому что, ну, во-первых, я писала от того, что на мою квартиру там, да, я же не писала там про какое-то насилие там или еще что-то, и у меня было написано, что вот, ну, чтобы их и, что у меня претензий теперь к ним нету, ну, что абсолютно, что ногу я сама сломала, потому что я спрыгнула. Ну, нет, у меня к ним претензий, они больше не имеют на квартиру взглядов, и мне, в принципе, я зачем буду их? Ну, и все, короче. И вот так вот он стал, короче, приходить, стал приходить. Я говорю, я все, я забрала заявление, ты зачем сюда ходишь? Ну, не ходи. Ну, никогда, ну, с такими людьми я никогда не свяжусь. Ты понимаешь это или нет? Ты, ну, после этого, ребят, вот честно вам хочу сказать, не просто, вообще, вот так вот все обходили вообще квартиру. Он ее до такой степени оберегал, вот прям оберегал. И вы знаете, он даже начал, ну, я, допустим, прихожу, у отца там, допустим, шторы появились, ну, он начал немножко обживать даже квартиру, вот пока меня нету, значит, обживать. Что-то прихожу, что-то сварено на казну, ну, это, я говорю, батя, а кто своем? Он говорит, Влад приходил. Я говорю, он что здесь варил? Он говорит, ну да, сказал, ты с работы придешь, чтобы поела. Ну, короче, вот так, ребят, ну все. На этом все. Кому понравилось вот так, кому не понравилось вот так. Короче, в следующей серии я вам расскажу наше дальнейшее, дальнейшее наше знакомство. Конечно, этот человек мне очень начал нравиться, потому что, ну, я стала много времени с ним проводить, мы стали, он меня начал уже там и по кино водить, и уже мы, короче, вот так вот, я видела, какое отношение у него, у друзей было к нему, что вот он лидировал в своей, значит, компании, и, конечно же, он меня заводил, ну, заводил, заводил, мне, конечно же, все, все передо мной извинились, все его друзья, которые там были, все извинились. Ну, это еще было, когда я забрала заявление, они все пришли толпой, все извинились, сказали, ну, ну, вот так вот, говорит, ты в наших рядах, ты в наших рядах, уж сильно он влюбился в тебя. Ну, вот так. Ну, короче, кому понравилось так, кому не понравилось так, пишите, короче, пишите, звоните, кто звонит, и, короче, я безумно вас люблю. До следующей встречи! Субтитры сделал DimaTorzok